Гениальный астрофизик Николай Козырев. Его интересовали тайны неба, загадки времени, и он считал, что судьбу ему предначертано многое свершить. Его называли вторым Эйнштейном, небесным интеллигентом, и он достиг высот в науке, не изменив себе своим принципам и своим идеалам. Николай Александрович Козырев, астроном, астрофизик. Родился 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге. Начало карьеры Николая Козырева безоблачно и благополучно. В 1924 году 17-летний питерский школьник напечатал статью о звездах в научном журнале, и она привлекла внимание ученых. В том же 1924 году Козырев поступил на астрономическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета. Его влекло к себе небо, звезды галактики. Он изучал атмосферы Солнца и других звезд, феномен солнечных затмений. К 20 годам Козырев окончил Ленинградский университет и получил степень по физике и математике. А к 28 годам доктор Козырев был широко известен как выдающийся астроном и преподавал в нескольких учебных заведениях. Тогда новая область астрономии, астрофизика была на подъеме. Появились возможности узнать, как звезды на самом деле выглядят и что в них действительно происходит. Это были совершенно новые перспективы, и Николай Козырев четко их видел. С 1928 года он учится в аспиранторе и работает в главной астрономической обсерватории СССР в Пулкаре. Ближний круг его общения составляли талантливые физики Иваненко, Ландау, Бронштейн. Они учились друг у друга, учили и других. Козырев преподавал теорию относительности в пединституте. В 1934 году он опубликовал в ежемесячнике английского королевского астрономического общества теорию протяженных фотосфер звезд. Она и сегодня называется его именем. Но три года спустя 29-летний астрофизик был арестован. Для многих тюрьма – это катастрофа, гибель и деградация. Но у Козырева есть бескрайний мир мысли. В его глубины ученый уходит на целые 10 лет. Через год после освобождения он представил готовую диссертацию в Полкове, которая была успешно защищена и явилась одним из первых шагов в новой его биографии как ученого. Диссертация была посвящена исследованию одного странного феномена. Согласно закону физики, нагретые тела остывают и отдают свое тепло более холодным. И в результате температура всех тел выравнивается. Применительно к космосу это означает, что неизбежна тепловая смерть Вселенной. Наше Солнце, по всем расчетам, должно было уже давно выгореть, но оно светит. И это означает, что Вселенная, звезды, получают какую-то загадочную энергию извне. Но чтобы подогреть огромное Солнце даже на 1 градус, эта энергия должна быть колоссальной. Козырев доказал в своей докторской диссертации, что термоядерные источники не могут обеспечить энергетический расход звезд на протяжении миллиардов лет. Эти источники значительно быстрее истякнут. А поэтому надо искать какой-то другой источник энергии. И в поисках другого источника энергии Козырев пришел к выводу, что источником энергии является время. В Крыму Козырев провел удивительный эксперимент. Из-за скорости распространения света мы видим звезду только в прошлом. Пока свет от нее дойдет до Земли, звезда успевает сместиться в сторону. Но приборы реагировали, когда телескоп направлялся в ту точку, где реально находилась звезда. А это означало, что загадочная энергия распространяется мгновенно, намного быстрее скорости света. Но материальные объекты, согласно теории относительности, не могут передвигаться с такой скоростью. Значит, эта энергия нематериальна и к нашему миру отношения не имеет. Люди религиозные назвали бы этот феномен дыханием Божьим. Философы-идеалисты признали бы это импульсом высшего разума. Но ученый-астрофизик был обязан обосновать новую теорию. И Козырев это сделал. Его работы ожидала нелегкая судьба. В газете «Правда», центральной газете Советского Союза, появляется письмо о легкомысленной погоне за научными сенсациями. Его авторы, уважаемые ученые, академики Арцимович, Капица и Там. Тут же в печати началась кампания шельмования Николая Козырева. Дошло до того, что в СССР его теорию традиционно стали именовать Козыревщиной. По предложению ЦК КПСС, в Академии наук была даже создана комиссия, единственной задачей которой было найти в теории Козырева изъяны. Конечно же, они были найдены. Большие комиссии, которые занимались проверкой экспериментов Козырева, в конце концов эти эксперименты отвергли. Так что эксперименты со временем невозможно проводить. Точно такой же была в свое время реакция научного сообщества и на идеи Владимира Вернацкого. Воистину злейшие враги ученых – сами ученые. И всегда, во все времена, именно ученые были главными гонителями гениев-первопроходцев, открывающих людям неизведанные горизонты науки. Николай Александрович, конечно, можно характеризовать как гения. У него была блестящая научная интуиция. И, может быть, часть его оппонентов столь резко относилась к профессору Козыреву именно из-за того, что чувствовал, что у них такого ежедневного, еженочного озарения не бывает. К ним блестящие идеи приходят редко. Идеи Козырева о времени настолько противоречат обычным представлениям, что физики при упоминании о них улыбаются. Мол, знаменитому ученому, открывшему вулканизм Луны, позволительно иметь свои увлечения. Николай Козырев сначала теоретически предсказал, а потом экспериментально продемонстрировал вулканическую деятельность на планетах Солнечной системы. Выброс газа из расположенного на Луне кратера Козырев зафиксировал 3 ноября 1958 года в Крыму. Луна – мертвая планета, считали ученые. И светит лишь отраженным солнечным светом. Американские астрофизики даже обвинили Козырева в преднамеренной фальсификации данных. Все выяснилось лишь через 10 лет после доставки на Землю у лунных грунтов. Американцы, стремясь загладить свою вину, наградили Козырева именной золотой медалью Международной академии астронавтики и пригласили в Америку. Ученый много работал. Его интересовала не только Луна, но и другие планеты. Однажды он сказал, «Венера – это удивительная планета. У нее в некотором роде противоположный ход времени. Она вращается в другую сторону. К тому же на Венере идет мощная вулканическая деятельность. И планета эта очень горячая». В 1953 году он опубликовал статью о свечении ночного неба Венеры, которую позже признают классикой в плане спектральной методики. А наблюдения 1954 и 1956 годов привели исследователя к новым выводам относительно свойств атмосферы и полярных шапок Марса. Козырев был фанатиком своего дела и очень везучим ученым. Он был очень хороший наблюдатель. Причем наблюдатель уникальный. Даже ходил такой парадокс среди астрономов, что вот Николай Александрович Козырев только подойдет к телескопу и сразу открытие. Это редко кому удавалось, потому что люди, знакомые с астрономами, с астрономией знают, что иногда уходят не то что дни, уходят месяцы и годы у телескопа, чтобы поймать тот момент, уловить то явление, которое ищется. А Николаю Александровичу Козыреву удавалось с первого практически раза наблюдать те явления, которые являются уникальными. Скончался выдающийся астрофизик 27 февраля 1983 года на 75-м году жизни. Поэт Андрей Вознесенский очень точно назвал его небесным интеллигентом. Об ученом он написал так «Умирают в пространстве, живут во времени». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok